Слава Богу, братья и сестры! Я думаю, что мы все под впечатлением этих праздничных дней, которые мы праздновали, мы вспоминали о рождении Иисуса Христа, так много читалось в Мессисписании. Я думаю, что мы не только рассуждаем о Спасителе, приходя в Дом молитвы, я думаю, что каждый из нас, не только проповедники и все другие, рассуждаем и дома. И я также прочел Мессисписание, которое мы неоднократно читаем, и всем нам знакомо, и почему-то как-то мой взор упал на некоторые выражения в этом стихе. Я в эти дни тоже рассуждал, и сегодня хотел бы вместе с вами поделиться. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Еще одно Мессисписание, Иоанна 12 глава, 47-48 стихи. «И если кто услышит слова Мои и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его последний день». Хочу проповедовать на тему «Не судить, а спасти». Христос пришел спасти человечество, этот мир. И смотря на жизнь Иисуса Христа, читая о Его жизни, о тех событиях Его жизни, о том, что Он встречал, прослеживается мысль, «Иисус Христос пришел спасти, а не судить». Хотя люди немножко ведут себя не так, даже христиане. Вот смотрите, читая местописание, где фарисеи и книжники привели женщину, взятую при любидеянии, и говорят о том, что Моисей заповедовал побивать таких камнями. «А ты что скажешь?» Христос сказал, «Кто из вас без греха?» «Первый брось камень». И мы видим о том, что, и читаем, что они стали уходить один за другим. Остался Иисус, и эта женщина. И Он говорит, «И я не осуждаю тебя». «Иди пред, не греши». Господь простил ее. Сегодня уже было сказано или напомню-то о Закхея, о том человеке, который взлез на смоковницу и ожидал видеть Иисуса. И вот когда Иисус Христос подошел, говорит, «Слезай, мне нужно сегодня быть у тебя в доме. В твоем доме мне нужно быть». И он пошел в дом этого человека. Смотрите, что люди говорили. Он зашел к грешному человеку. Все понимали, что Закхей – это грешный человек. Возможно, Закхей неоднократно приходил в дом одного или другого человека. Но Христос сказал, что Он – сын Авраама. Мы видим о том, что жизнь этого человека, она поменялась. Он стал совершенно другим человеком. Он сказал, «Кого обидел?» «Воздам вчетверо». Дорогие братья и сестры, Христос пришел не судить, а спасать. Даже в последние часы Его на кресте, когда вместе с Ним были распяты разбойники, один из них обратился к Нему и сказал, «Помилуй меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Христос не отвернулся, не осудил этого человека, возможно, было за что. И Он сказал, «Ныне же будешь со Мною в раю». До последнего дыхания этот Иисус Христос, живя на земле, Он спасал. И Он сегодня спасает людей. Слава Господу! И то, что мы сегодня в доме молитвы, это благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Сегодня Господь продолжает спасать через людей, уверовавших, познавших Его, обратившихся к Нему. И я вспоминаю моменты жизни одной семьи, незнакомой семьи. Есть такой человек, или был такой человек, Увы, который со Швецией занимался оздоровлением детей. Он приезжал сюда, в Беларусь, брал определенное количество детей, верующих и неверующих, отвозил туда, в Швецию, заботился о них, устраивал там для них жизнь. И вот однажды он возвратился в одну местность с поездки. И его спросили, братья и сестры, церкви, где ты остановишься на ночлег? И он сказал, в доме этого мальчика. Этот мальчик был неверующим. И люди из церкви сказали, да вам лучше в доме пастора остановиться, да вам лучше в доме того или другого человека остановиться. А он сказал, нет, я хочу остановиться в этом доме. Это была неверующая семья. Это люди, которые не знали Господа. И всякий раз, когда он останавливался в этом доме, что-то происходило. Прошло время, покаялся этот мальчик, покаялась и мать этого мальчика, сестра покаялась, брат покаялся. Сегодня эта семья нам благодарит Господа. Мы порою рассуждаем, как мы рассуждаем, как мы понимаем, но я так понимаю, что этот человек имел водительство. Он понимал, что в этом доме есть те люди, которые Господь хочет видеть в своем царстве. Он был послушен. Мы читаем деяния апостолов, когда Господь сказал, Филиппу, иди на дорогу, которая пуста. И можно сказать, а чего туда идти? И там был человек, и этот человек, он получил спасение. Слава Господу! Христос пришел не судить, а спасать. к нам в центр приезжал один человек из Эстонии. Сорок лет, двое детей. Он рассказывал о себе, он говорил о том, что его мама оставила его в роддоме, отказалась от него. и он начинал с дома малютки, детдомы, интернаты. Так вот прошла его жизнь. Он рассказывал, что в 10 лет он проник в архив, нашел адрес имамы, избежал с интерната, постучал в дверь, мама открыла дверь, и его не приняла. Сказала, я не готов эти принять. У меня была надежда, что я встречусь с мамой. Я каждый день ожидал родителей, но я так и не встретился. Я понял, что жить нечего на земле, нет смысла. Были попытки закончить жизнь суицидом, но я так понимаю, что Бог хранил этого человека, не дал, чтобы Бабарак погубил эту душу. Было время, когда он бомжевал и говорит, дома ночного пребывания меня уже не принимали. Почему? Потому что там стоял красный крестик, а если стоял красный крестик, это человек, который приходил на ночлег, он был в нетрезвом состоянии. Меня уже не принимали. И тот однажды одна женщина встречала меня и говорит, такой молодой, пропащий, так плохо выглядишь. Может быть, сходил бы ты в церковь. И я решил сходить в церковь. Когда я пришел в церковь, я ищел в церковь, чтобы в очередной раз попросить денег, попросить продуктов, покушать. И я пришел, сел, ишел служение, я все это служение проспал, рассчитывал закончиться служение, подойду к пастору и попрошу, что хочу. Но в конце служения я понял, что я не за деньгами пришел сюда. Я подойду, попрошу, чтобы он помолился за меня. Я подошел к пастору, и говорю, помолись за меня. И пастор совершил молитву. И я вышел. И я понял, что со мной что-то произошло. Но в жизни ничего не поменялось. И он говорит о том, что встретила меня вторая женщина через время. Говорит, тебе нужно, возможно, молодой человек в центре реабилитации, там помогают. Она указала мне адрес, я позвонил, меня встретили. Когда я ехал туда, мне все равно было, куда я. меня везут, куда я еду. И это директор Ценкова сказал, ты вообще отрешенный человек, ты вообще пропащий, потому что ты не спрашиваешь. Обычно люди интересуются, спрашивают, а тебе все равно. Ты так деградировал. И вот он говорит, я проходил программу реабилитации, я видел измененные жизни, но со мной ничего не происходило. И однажды я решил просто для себя, и я буду уединяться, и буду проводить по несколько минут времени с Богом. Я нашел место свободное, это топочное, где стоял котел, и я туда приходил, чтобы молиться моему Господу. Я там один находился, и вот в очередной раз, когда я пришел туда, в это место, чтобы молиться, я ощутил Господа. Перед собой, говорит, я никого не видел, кроме дверки в котле, но я понял, что он здесь, он на этом месте. Он начал показывать мою жизнь, что я наделал в жизни, он показывал эпизод за эпизодом в моей жизни. И он говорит о том, что за все преступления, которые я совершил на протяжении жизни, можно было осудить меня на 20, на 30 лет, но мог бы не показывал, и говорил, я прощаю тебе. И опять эпизод Господь мне показывал в моей жизни, и говорит, я прощаю тебя. Он покрывал любовью. И так длилось, и все эпизоды на протяжении моей жизни, он мне показал и сказал, я прощаю тебя. И этот человек говорит о том, что я вышел новым человеком. Я вышел оттуда новым человеком. Бог пришел в мою жизнь. Слава Господу! Он его не осудил, а спас. Сегодня этот человек, он служит Господу, занимается социальной работой, и он говорил о том, что я готов поехать, куда Господь меня не пошлет. И он сегодня продолжает служить и спасать людей. Будь Господь поможет нам в нашей жизни, дорогие братья и сестры, не судить, а спасать. Вокруг нас есть люди, возможно, это наши родственники, возможно, это близкие, друзья, с которыми мы знакомы долгое время. Бог хочет и их спасти. Сегодня наша задача не осуждать этих людей, а Бог хочет, чтобы они были спасены. Что от нас нужно? Нам нужно сегодня говорить об Иисусе Христе. Нам нужно жизнью показывать и не проходить мимо тех людей, которых мы встречаем на пути, а возможно остановиться и рассказать об Иисусе Христе, о том, что Он пришел спасти. Я помню одно еще свидетельство, я был в Бобруйске, то есть в Минске, и человек из Бобруйска свидетельствовал о том, что Бог сделал в его жизни, как Бог его нашел. И этот человек говорит, когда я освободился, прошло время, я устроился на работу, в дорожную службу, и работая в этой службе, я начал обращаться к Господу, Господь говорит, Господи, что я должен делать? Господь мне сказал о том, что ты должен свидетельствовать тем, кто тихо ходит. И я подумал, что за люди, которые тихо ходят? И я понял, что это люди без определенного места жительства. им некуда спешить, они никуда не торопятся. Я стал обращать внимание на этих людей, когда они шли по Тардуару, я порой останавливал этих людей, я рассказывал о том, что сделал Иисус в моей жизни, как Он меня освободил, как Он спас меня. И этот человек слушал, я приглашал его в церковь, если бы у меня были какие-то средства, я протягивал руку и давал ему на пропитание. Было время, люди соглашались молиться, молитвами покаяния, и я вместе с ними молился там на Тардуаре и просил Господа простить этого человека. Дорогие братья и сестры, наша жизнь продолжается, и из года в год Господь напоминает через свое рождение о том, что Он пришел, чтобы спасать, а не судить. И сегодня наша задача двигаться в этом направлении, спасать этих людей, которые возможно обречены на смерть, а Господь хочет, чтобы эти люди жили, Господь хочет прощать их грехи. Слава Господу за это. Дорогие братья и сестры, у нас также есть наши дети, возможно, они не знают Господа, возможно, они еще не покаяны. Наша задача тоже свидетельствовать жизнью своей, показывать своим отношениям, а также молиться. Возможно, мы где-то воспитание не дотягиваем, и я всегда говорю о том, что когда мы не дотягиваем воспитание, возможно, своим личным примером, у нас есть молитва, есть Господь, который силен спасать наших детей, людей, ближких нашему сердцу, возможно, это мужья, возможно, это жены. Пусть Господь поможет нам в нашей жизни двигаться в этом направлении и продолжать эту работу по спасению людей. Время идет, и этот год уже заканчивается, мы будем молиться, мы разойдемся, закончится этот год, и наступит Новый год. Дорогие братья и сестры, давайте в Новом году жить по-новому. Давайте не будем судить человека, который, возможно, в наших глазах не так ведет себя, как должен, так мы понимаем, а давайте будем за этих людей молиться. Библия говорит о том, что кого мы можем судить, мы можем самого себя судить, нам дано право судить себя. И в воскресный день мы будем прикасаться к телу и крови нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня, возможно, это время, когда мы можем просмотреть свою жизнь, посмотреть, где мы не так поступали, вели себя, относились к тому или другому человеку, возможно, проминули кого-то, возможно, проигнорировали голос Божий, не остановились, не сказали, не засвидетельствовали, не пошли, не посетили и многое другое. Давайте просмотрим свою жизнь и в конце, когда будет молитва, мы скажем об этом Господу и попросим, чтобы Господь помог нам преть, идти его божественным путем и совершать то, к чему Господь призвал каждого из нас. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь. Божественное. Аминь. Продолжение следует...